Здарова ребятки! С вами я Стив Про и сегодня я вам покажу что будет если далекие земли сгенерируют деревню, что произойдет и можно ли там будет жить и на все эти вопросы мы с вами сегодня постараемся ответить. Ну и конечно данный эксперимент проводится в Майнкрафте 1.5 куда же без нашего ванильного Майнкрафта хотя это же не ванильный Майнкрафт это Майнкрафт с шейдерами но вы знаете что шейдеры ничего не дают и они никак не влияют на Майнкрафт поэтому все таки ребята сегодня наш эксперимент удастся потому что я уже нашел определенные координаты на которых спавнятся деревни и это очень круто. Если вы также хотите повторить данный эксперимент так вот смотрите сит этого мира вот он ребята вот ключ генерации вы его запоминаете или куда-то записываете неважно создаете этот мир ну и теперь давайте мы с вами перейдем к координатам на которых спавнятся деревня ну и короче говоря ребята это не это это вот эти координаты я не знаю сколько здесь нулей но если вы сможете сосчитать их то вы просто молодцы. Ну а мы с вами просто вводим эту команду да нам нужно сразу включить режим полета ну в режиме выживания конечно сделать это вы просто никак не сможете ну и короче говоря ждем пока у нас все эти далекие земли да прогрузится так давайте 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 там тоже что-то есть кстати но это по-моему не деревня если я не ошибаюсь потому что ребятки это скорее всего какой-то кусочек мира просто кусок мира да? А это ребята дом ведьмы так вот еще смотрите что будет если домик ведьмы заспавнится вот в таких местах то есть что будет если далекие земли заспавнят домик ведьмы и кстати ребята чтобы здесь перемещаться влево-право нам нужно одеть крылья ну или же вы можете перемещаться с помощью жемчуга края но это будет довольно неудобно поэтому я все облегчу и возьму крылья так так ну и короче говоря ребят домику довольно плоховато внутри все выглядит вот так растянутая верстак и блин это не прикольно но как понимаете ребята здесь жить невозможно потому что здесь конечно прозрачные блоки что кстати деревня наша деревня находится вот там то есть вот домик ведьмы а там деревня мы также ребята вот так летим и полетели погнали погнали посмотрим что там с нашей деревней Кстати, там лава, но не важно, мы летим к нашей деревне, у нас сегодня цель посмотреть на деревню, так, я остановился в текстурках, но ничего, я могу передвинуться, ох, ребята, вы посмотрите, плоский факел, я такого ещё ни разу не видел, плоский факел в Майнкрафте, чего? Ну, это, ребята, это, это Майнкрафт, и вы посмотрите, это реально плоский факел, но деревни здесь явно плохо, ну и давайте ответим на первый вопрос, что будет, если далёкие земли заспавнят деревню? Ну, будет что-то вот типа такого, будут баги, ну и деревни-то практически не будет, ну а теперь следующий вопрос, можно ли в этой деревне жить? Давайте посмотрим, ну, конечно, нет, ребята, вы это, наверное, уже сразу догадались, То есть вы сразу так и сказали про себя, что жить в этой деревне нереально, потому что здесь, опять же, у нас прозрачные блоки, ну, если бы блоки были бы не прозрачные, то на это можно было бы ещё посмотреть, что касается мобов, давайте мы с вами посмотрим, могут ли они здесь спавнятся, ну, я даже не знаю, давайте мы сразу возьмём с вами жителей, потому что это будет как-то честнее, ну, нет, к сожалению, наши жителюки здесь проваливаются, возможно, они как-то могут задержаться в воде, но в самой деревне жить они, конечно, не будут, Ой, как быстро жители падают, нет, ребята, вот, да-да-да-да, вот, как я сказал, они могут задержаться на воде, но жить в самой деревне они, по идее, не смогут, хотя, хотя ему и так, наверное, неплохо, он здесь, жители, побежал, побежал, увидел свой домик, родненький, побежал сквозь текстурки, у него же теперь ноу-клип, он такой у ферма, ааа, он, скорее всего, ферму, ребята, увидел, это, наверное, был фермер, да, где он? Фермер, фермер, ты куда убежал, братишка? Куда он убежал уже, реально? Эй, он где? Я в текстурках, а он где? Это, скорее всего, ребята, был фермер, скорее всего, он увидел ферму, увидел овощи и пошёл их собирать, но поскольку это далёкие земли, сделать здесь это ему будет практически... Ну, почему практически? Ну, по идее, он может это сделать, но только он там до туда никак не доберётся, кстати, минус житель, да и половина жителей вообще уже погибла, ну, забор здесь вообще просто хорошо, что, пацаны, новые текстурки, да, подъехали? О, какая крутая лестница, вы просто посмотрите. Кстати, что касается внутренних интерьеров, давайте мы с вами посмотрим, так, так, ну, вот что-то такое у нас с интерьером домиков, ну, то есть там, конечно, есть баги, куда без них, ну, деревня, она сама вся багана, ребята, что вы хотите, вот, всё это вот так выглядит, даже овощи здесь баганы, но собрать их, по идее, реально, давайте попробуем. Да, я их могу собрать, и это реально, это реально, но жить здесь, ребята, к сожалению, невозможно, то есть жители ещё как-то здесь могут зацепиться, но не более того, жить они здесь, конечно, никак не смогут. Короче говоря, теперь вы поняли, что будет, если далёкие земли сгенерируют деревню, а также домик ведьмы. Я, ребята, ни в коем случае специально это не делал, то есть я не знал, что здесь появится домик ведьмы, всё это было довольно случайно, но вот что касается деревни, да, этот... Эти координаты я нашёл специально, хотя опять случайно, потом уже просто увидел деревню. Ну, ребята, теперь вы знаете, что реально будет с деревней в таких местах. Ох, я думаю, что жителям здесь будет довольно потненько выживать, и если здесь заспамить, наверное, жители 50, наверное, из них останутся жители 10, а остальные все просто упадут вниз, а там уже, конечно, погибнут. Ну, короче говоря, будет у них довольно печальная жизнь. Ну что ж, ребятки, а на этом всё, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok